Прикамские самбисты с успехом вернулись с чемпионата страны. Как мы уже сообщали, на соревнованиях в Хабаровске завоевать награду удалось сразу нескольким нашим борцам. Золото взяли два спортсмена, это Евгений Исаев и Игорь Беглеров. Исаев на пути к победе провел пять схваток. Одним из самых сложных получился поединок за выход в финал. Это была тяжелейшая схватка, я считаю. Да и Женя тоже. Где он отдал все силы, какие у него были. После схватки говорить даже не мог. И пришлось на шатырочку давать, чтобы немножко дойти. Встать не мог. Финальная схватка Виталия Минаков. Тут как бы восходящая звезда. Шоу. Шоу, да. Как бы, я не знаю, как бы, мне с ним, как бы, я ни разу не проигрывал этому человеку. Я как бы для себя решил, что почему я в этот раз должен ему проигрывать. Вышел, побился. Хорошо выступил Александр Паньков. 34-летний самбист занял третье место и взял бронзу, которую сравнивает с золотом чемпионата мира. Все встречи боролся очень тяжело, как казалось мне, но понимал, что функционалка слабая и старался на время совсем не смотреть, а от сэска до свиска. Раньше как-то получались болевые приемы, борьба в парте. В этот раз столько пробовал и ни один человек не сдался. Руку травмировал себе из этих болячек и все, и ничего не получалось. Сейчас победители прошедшего турнира будут готовиться к чемпионату мира. Он в этом году пройдет в Санкт-Петербурге, где борьба с самбо празднует свое 75-летие. Продолжают радовать своими успехами и прикамские дзюдоисты. На первенстве страны, которая проходит в эти дни в Красноярске, копилка нашей сборной пополнилась еще одной наградой. В весовой категории до 70 килограммов бронзу завоевала Валентина Мальцева. В упорной борьбе она добилась победы над самарской спортсменкой Ольгой Крюковой. Футболисты Амкаров в предстоящие выходные начнут выступление на своем стадионе в 2013 году. Напомним, в марте возобновился чемпионат страны, первый, который проводится в России по системе «Осень-весна». За время зимнего перерыва, как известно, у нашей команды сменился рулевой. Место Николая Трубачева занял Рустем Хузин. Он доготовил команду ко второй части чемпионата. Он удачно сдал экзамены Российской академии тренерского мастерства на категорию «Про», которую он должен получить в течение года. Что позволяет ему в целом возглавлять уже клуб «Премьер-легия». В целом сборами доволен. Сборы прошли на хорошем уровне. Хорошие поля, хорошие условия. Что еще могу сказать? Будем ждать результаты. Будем ждать, да, будем ждать результаты. Я был сам на втором сборе. Видел, в каких условиях, в принципе, тренировалась команда. То есть для команды были созданы все необходимые условия для того, чтобы выполнить задачи, которые стоят перед ними в сезоне 2013 года. В первом официальном матче этого года, как мы уже рассказывали, Амкар уступил на выезде к Краснодару 1-2. Теперь нашим предстоит выступить на своем поле. В Пермь приедет Владикавказская Аланья, которая сейчас занимает последнее место, набрав всего 12 очков. Подопечные Рустема Хузина имеют на 7 очков больше и расположились на 12-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги. В первом круге в Северной Осетии Амкаровцы сыграли в ничью 1-1. Ответная встреча на стадионе «Звезда» состоится 16 марта в субботу. Начало игры в 18.00. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.